Учитель-ученик В формате этой выставки проводится мастер-класс, писать мы будем русскую псовую борзую. У нас замечательный персонаж, зовут его Ветер. Сколько ему годиков? Три годика. Он уже там чемпион, наверное, много всего-всего. Очень хороший представитель своей породы, поэтому выбор не случайный. Сейчас мы работаем с натуры. Использовать я сегодня буду в начале работы французское густое масло. Вот у него сейчас немножко камеру навел от палитры. Потом мы о нем отдельно расскажем побольше. Далее. Конечно, когда работаешь в такое короткое время и короткие и жаркие сроки, пользуешься и фотоматериалом, когда собаке надо отдохнуть, и, естественно, на натуру тоже смотришь. Вот как это происходит. Формат я первый раз такой большой взял, потому что, на мой взгляд, животных легче всего писать, особенно которых знаешь неплохо, близко к натуральной величине. Поэтому сейчас вот это будет так вот происходить. Перед тем, как начать работу, я его померил кисточкой. И вот приблизительно прикинул его пропорции, как их выставить. Композиция у нас будет достаточно плотная, потому что будет широкая рама к данной работе. На палитре у меня бенил титановое, неаполитанское телесное, окра желтое, глауканитовое зеленое, английское красное, утрамарин темный. Сиена жёная, умбра натуральная ленинградская и тендига красно-коричневый. То есть цветов у меня, на самом деле, не так много. Сделано это для того, потому что натура у нас достаточно монохромная, цвет подкладки фоновой у нас уже есть серый. Мы можем работать и в тёмную, и в светлую сторону. Поэтому, в общем-то, с Богом сейчас работа вся и начнется. Беру кисточку 12-го номера синтетику и сейчас, слегка взяв и ливу, и телесную, пройдусь по силу этому. То есть будем сейчас намечать. Со стороны головы, как и в портрете, то есть куда повернута натура, оставляется фона всегда немножечко больше. То есть голова упираться в край холста не должна. У нас где-то вот локоточек. Ножки, они имеют тоже свой наклон. Кисточкой можно никак не только мерить, но и смотреть направление. То есть как собака, какое направление имеет, скажем, движение ноги. Поэтому сейчас основное у нас, что сейчас задача на первом этапе идёт, это попасть в пропорции. Так что на каком-то этапе я, Ален, даже вас попрошу в работу поглядеть, чтобы вы своим взглядом посмотрели... Правильно? Да, 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 потому что вы их видите каждый день практически. Вот, и оценить то, насколько верно формулы пропорции вам будет легче. Вот, и происходит сейчас момент компоновки. Я их, в общем-то, борзых и лепил, и писал. Поэтому некоторые моменты, которые вот идут в живописи, они уже даже зачастую идут на память. Поэтому натура, она здесь не является как бы для художника основным толчком. То есть любой экспромт – это хорошо подготовленный экспромт. И, конечно же, должен быть подкреплён ещё перед этим эскизной работой. То есть если бы я видел собаку в первый раз, мне сейчас было бы очень сложно, и я бы на это, наверное, не решился. Сейчас появилась такая возможность замечательная опробовать новый материал – французское густое масло. Мы скоро к нему подойдём, к этому материалу. И вы посмотрите, и я сам почувствую, какие у него есть возможности. Потому что я пробовал работать им на небольшом формате, для небольшого формата. Мне показалось, это не очень хорошо подходящая техника. А вот здесь, когда формат метр на метр пятьдесят, у нас есть возможность оценить вполне достоинства этой новой техники. Вот это вот так. Вот так она и будет. Собаки очень красивые. Ещё красивее они не только... То есть они и любой интерьер сразу делают аристократичным его, облагораживают. Но самая их красота раскрывается в беге, конечно. Поэтому то, как они бегут, это достойно не только кисти художника, но и труда поэта и композитора. Ну что ж, вот сейчас попытаюсь взять масло охора. Нет, это сиена, наверное. Сиена и велиго. Сейчас посмотрим. В общем-то, по ощущению, это как мелки, восковые. Но один из основных моментов хороших, которые в нём есть, это то, что его можно будет где-то растушевать с разбавителем. Полутона у нас холодные, граница света и тени, поэтому где-то включается холодный оттенок. По сути, конечно, хорошо было бы уже прийти на мастер-класс с подготовленным рисунком, но тогда это, может, было бы не такое количество адреналина, когда рисуешь и пишешь сразу с натуры. Холст у меня специально прогрунтован серым грунтом, для того, чтобы я мог работать сразу и в тёмную, и в светлую сторону. Вот такое решение данной задачи. Очень красивая мордочка у ветра. Такая... Потому что, когда борзых посмотришь, достаточное количество, уже для себя некоторые вот эти вот стандарты красоты видишь совсем по-другому. В данном случае натура очень хороша. Она достаточно анатомичная, то есть в шерсти ровно столько, сколько надо. Она ложится так, что можно прочитать, где и локоть, где лопатка. Они видны. Ряберная часть. Чем ещё очень хороши данные собаки для живописи? Они не только изящны по своей пластике великолепно, то есть они достаточно хорошо к человеку относятся и дают себя и погладить. То есть они дружелюбные. Они как это? Они очень любят внимание. Они любят, когда на них смотрят, ими восхищаются, восторгаются, что вот это вот им очень надо. Это они любят. Я думаю, что это уже, наверное, заложено в породе, потому что их веками баловали, 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 потому что, в отличие от многих собак, их пускали в дом. Вот других пород, в отличие от других пород. И они всегда были рядом с хозяевами. Собаки сворные. Они работают лучше всего, конечно, в своре. То есть очень редко, когда мы знаем такие примеры, когда собака в одиночку может взять, скажем, лисицу или... Лисицу-то возьмёт, а вот волка, чтобы взять. Это примеры не такие частные. Очень хорошо. Хорошо. Ну вот, в общем-то, у нас нарисовалась вот такая вот... Сейчас более-менее композиция. Так, сейчас надо обвес вот этот вот тоже наметить. Хорошо, конечно, с ними знакомишься, когда их полепишь. Вот. На самом деле, достаточно удобный материал. И масло, вот это густое. Сейчас я это бью. Сейчас ещё потом попробую после этого где-то его размыть, растушевать. С разворителем должно получиться неплохо. У них есть очень красивые моменты в росте шерсти, то есть как она ложится в определённых местах, как она подчёркивает форму. Когда вот мы эти вещи чувствуем, обозначаем, ну и, естественно, что один из первых моментов, то есть вот таких вот, когда рисуешь и уже общую композицию наметил, конечно, нужно наметить сразу хорошо голову. Глазик найти его место. Вот. Глаза у них, кстати говоря, большие, потому что и они расположены более-менее фронтально, то есть не совсем по бокам, потому что это хищник, и он должен свою жертву видеть. Ну, вообще, вся фигура борзой, она такая обтекаемая, максимально очень устроена, хорошо для бега, для большой скорости. Я бы её сравнил с болидом Формулы-1, только это лучше. Как очень дорогой гоночный спорткар, автомобиль. Конечно, когда вы видите наверняка на улице, когда гуляете, что там бегают овчарки, бегают разные собаки, но когда рядом бежит борзая, то ощущение, что все остальные собаки стоят на месте. В общем-то, поэтому и к изображению борзых так часто обращались художники, потому что это собаки очень красивые и очень выгодные для изображения на картине. Охота с ними динамичная. Остаться равнодушным при этом невозможно, потому что это скорость, это охота зачастую, то есть без применения холодного и огнестрельного оружия. Здесь только охотник и сама собака и дичь. Ну, конечно, такие собаки лучше всего применяются в комплексной охоте, когда гонщие из леса выгоняют дичь, а уже борзым показывают, кого надо догнать, и они их догоняют. Вот, в общем-то, сейчас идет такая пастельная достаточно работа. Я меняю мелки, вот эти вот масляные, между собой. И уже скоро-скоро приступлю к кисти. Что уже подходит такой этап, когда нужно будет кисточку вводить. Вот я сейчас специально завожу вот этим вот светло-голубым цветом определенные полутона обозначаю. Вот если сейчас посмотреть на собаку, этих цветов даже и не увидишь там. Но холодные полутона надо закладывать всегда, потому что холодный полутон, это граница света и тени, он всегда подчеркивает наиболее выгодный объем. И когда вы смотрите мастер-классы других художников, вы часто видите такие моменты, что когда пишется портрет, скажем, то он начинается совершенно не с того, что вот тут же появился кусочек, и он уже больше никак не изменяется. Там появляется много цветов, потом они сплицовываются между собой, получаются нужные переходы тоновые и цветовые. И получается вот такой эффект, которого в начале работы и представить было невозможно. А он там сидит так, как надо. Алена, я вас попрошу подойти и немножко покритиковать по углам. Да. Я могу даже дать кисточку. Нет, я хочу вам словами сказать. Хорошо. Мне кажется, что нужно вот этим лапом прибавить немножко угловатости. Угол? Да. Можете меня вот смотреть. Вот так вот. И можно опустить еще грудную клетку у вас. Она очень такая. Высоко. Вот сюда? Нет, вот вниз. Нет, вот это вот. Вот это. То есть передать ей. Вот что-то вроде того. И даже можно ее сюда немножко спустить. Вот сюда спустить? Нет. Может, можно ее попробовать? Угу. У него грудная клетка достаточно низкая. И она получается почти к этому локтю. На одном, наверное, даже. Ну, нет, не совсем. Ну да, но с полем. Полем. Значит, вот где-то если локоток у нас вот тут грудная клетка здесь то обвес весь этот он вот тут получается у нас. Угу. Так. Дальше идем. Вот. Наки так же, ноги касты. Да. И задние лапы тоже можно сделать. Так. Угол куда? Угол вот. Вот здесь идет прямой. Вот, вот, нет. Вот. Так, сейчас. Какую сторону? То есть, это прямой здесь? Угу. Угу. Уголок. Вот это вот. Вот он, да. Устремок здесь. Да. Вот сюда? Угу. И вот. Или все-таки прямые вот эти части? Эти прямые. Примые. Эти прямые, да. То есть, вот где-то вот так. Да. Чтобы более точно было. Чтобы более угловатым. Угу. Поним. Вот здесь у нас уже так идем. И где-то вот здесь. Вот. Да. Далее. Ну и полу можно несколько поизящнее. Угу. Тоже более прямую вот эту часть. Часть троса. Более прямую, то есть более... что-то получил полу образа немного другого типа. Сейчас. Так. У нас темный будет. Вот так. Теперь изящный такой русский тип борзе. Угу. А так я больше больше таких-то таких... Таких хлебов не вижу. Ага. Не бросай. Сейчас. Вот здесь вот буквально два миллиметра и много. Ну что вот. Горбатость она такая. Впервые получилась очень-то такая изящная, красивая голова. А? Сейчас получилась изящная, красивая голова. Ага. Хорошо. Хорошо. И вот здесь вот немножко, то есть я вышел далековато. Вот здесь ограничивается. Тут уже мы фоном подработаем. не видим. Так. Ну и там задняя лапа должна быть немного повыше. Вот этого? Нет. Нет. Вот задняя лапа вот здесь вот здесь она пойдет. Чуть-чуть ее косточки вот здесь Вот хвост как лучше изобразить? Чуть-чуть его вытянуть сюда? А как бы у нас будет на холсте более выгодно смотреть? Мне, конечно, более выгодно было бы, если бы он слегка все-таки вот сюда шел. Вот можно вот так плавно пустить? То есть не как у лапа, чтобы он вверх шел, а все-таки вниз. Вот. Да. Вот так вот где-то. Да. И хвост тоже у них длинный достаточно. То есть вот примерно вот вот и он тонкий, длинный и хороший шерстяной. Да, хороший шерстяной. Ну вот, вот так вот. Только вот здесь наверное надо успокоить вот эту длину. Потому что она, по-моему, не такая сильная. Где-то вот так? Да. чуть с большим пронимом. И можно его еще чуть-чуть длиннее сделать. Чуть-чуть длиннее сделать. То есть где-то вот. Да. Вот закончено. Во! Ну вот. Вот и замечательно. Мне еще кажется можно немного нежно чем короче сделать. Вот. Вот. я вот ее и обозначил. То есть что она там длинновато. То есть ее здесь поддавлю. Где-то вот здесь вот. Да? Да. Так вот. Все. Хорошо. Так. одна из следующих частей. Такая она достаточно очень важная. Даже если у вас работа не закончена. То есть там где-то лапа не дописана. Еще что. Что-либо. Работа всегда будет выгодна смотреться и будет более-менее закончена смотреться если у вас прописана голова. Поэтому сейчас нужно хорошо прописать голову. Тогда уже будет все остальное подтягиваться. Так как сейчас мы уже более-менее утрясли ее силуэт можно уже смело где-то ее подобрать в фон. Для этого мы берем широкую кисть клеится. Шерсть у нас теплая в цвете. Более-менее такой светло-теплый цвет. Он такой приятный кремовый белый оттенок где-то у него есть. Очень красивый. Значит фон нам надо чуточку но холоднее сделать. чтобы он вывернут играл. Но не совсем холодно. Сиен жены окра желтая утрамарин чуть-чуть белил убра натуральная ленинградская. Вот сейчас этим оттенком мы подотрем и обнимем и подчеркнем контраст с фоном чем мы зададим определенное направленное освещение. Также нам еще очень выгодно сейчас ввести именно сейчас ввести фон потому что когда мы будем прописывать голову мы будем немножко заезжать на фон. Так как мы будем немножко заезжать на фон у нас мазки будут списываться у нас будет сразу получаться мягкое касание с фоном чтобы она не вырезанная была поэтому я сейчас взял флейкс и усиливаю тот серый оттеночек который есть у нас в фоне конечно данная работа значит больше и тюбин проектов но все равно то что будет заложено вне сейчас можно будет очень хорошо продлить в следующих сеансах и уже даже без натурщика кстати а на этой фотографии хендер не вы? хендер нормально понятно фона и вот сейчас происходит такой момент усиления фона в работе маленькой кисточкой это делать очень неудобно поэтому сейчас мы это все разгоняем большим клейцем которым я обычно работаю на стене грудь сейчас его можно еще раз повернуть в другую сторону как Книзу у меня придет фон, уже будут включаться чуть больше не ем, чуть похолоднее. Разогнали. То, что мы сейчас делаем, мы работаем с фоном и стараемся по всему силуэту пройтись с фоном, чтобы лучше было и потом нам больше было удачных моментов, возможностей касания мягкие вписать. Плюс к этому мы еще немножко, естественно сразу фоном корректируем силуэт собаки, так как мы посмотрели со стороны, мы увидели все недочеты и сейчас проходим все, чтобы все получилось так как надо. Вот заметьте, пока мы еще не ввели самые темные акценты, то есть это ошейник, глаз, нос, рот, брыли, то есть вот еще пока нет. Дальше, вот смотрите, еще тоже один момент интересный. Очень хорошо подчеркнуть свечение шерсти сверху. Как это делается? То есть в фон мы немножко вводим белил и делаем здесь касание мягче, как будто бы он стоит на освещенной солнцем лужайке и шерсть его буквально светится. Вот у нас легкое уже свечение. Потом сюда мы будем вписывать шерстинки все вот эти вот, и они лягут очень мягко и будут образовывать силуэт с нужным фонком. Так, вот такая вот работа у нас с фоном. Сейчас еще немножко фон чуть-чуть усилим. Так, и немного падающий тень. Темненькой разогнать. Не яркой, такой выраженной прямо темной темной. Все-таки, когда тень падающая есть, она лучше подчеркивает объем в пространстве фигуры. Соответственно, работа будет более выразительной. Также, когда вот у нас появился вот этот момент падающий тень с легкой, мы немножко высветим ту плоскость, на которой он стоит. Не смущайтесь того, что закомпоновано очень плотно, еще раз повторяюсь, будет широкая рама, и собаке в холсте будет не тесно. Так, беру цвет с белыми, и сейчас немножко высвечиваю вот эту вот плоскость, на которой он стоит. Сделаю ее чуть теплее и чуть зеленее. Потом для антуража уже в эту композицию можно будет вписать, там где, не знаю, яграш, своложа, седло можно здесь нарисовать, или еще что-нибудь. То есть вот это те элементы, которые могут композицию обогатить. Но сейчас, сейчас вот я еще немножко пройдусь по всей фигуре. Шлейцем тем же самым большим. Задам немножко движения вообще шерсти по форме фигуры. И сейчас идет подготовительная работа большим флейцем, в том, чтобы уже потом взять кисточку меньшего формата и уточнять все моменты и тонкости по натуре. Утавился у нас немножко натурщик. Это ничего. С животными всегда так. Это не человек, которого посадил на стульчике. Он сидит долго-долго и спит. Так. Разбойки закручиваются. Формат большой, поэтому... Я работаю сейчас не совсем на тройнике. То есть тройник, но я в него еще помогу раздавить побольше. Потому что это первый сеанс живописи. И здесь работает такая система жирным потощему. То есть у нас сейчас тощий слой. То есть в нем лака и масла мало. Замечательно. Очень хорошо вовремя встал. Как раз сейчас таки проходит такая работа, которая нужна для того, чтобы сформировать основную массу. Вообще, я давно мечтал о подобном мастер-классе и вообще о подобной живописи борзой с натуры на таком формате. Но сейчас мечта сбылась. Очень надеюсь, что из этого выйдет хорошая работа. Очень анатомично вот это вот видно. Все вот эти кусочки. Где локоточек, плечика. Как красиво. Цвет падает на шерсть. И вот заметьте, вот те холодные куски, которые я наносил вот данным вот мелочкам. Они сейчас у меня начинают работать и начинают списываться хорошо с белиной. И там, где надо, появляются вот как раз эти холодные полутонавки. Переход плавный, красивый. Вот. Это очень, конечно, разное. Немножко влюблено здесь. Сейчас будет момент, когда ему можно будет отдохнуть. Просто сейчас вот я как раз на него смотрю. Политно влюблено. Чуть гуще влюблено, я их специально выглянул побольше. Влюблено добавляю. Цвет такой сейчас счастья, он прямо как с каким-то таким очень приятным тёплым оттенком. Продолжение следует... То есть вот сейчас вот уже настал тот момент, когда я более густо, более корпусно начинаю формировать объем шерсти. И сейчас уже скоро перейду как раз непосредственно к самому написанию головы. Вы видите, что вначале я проложил полутона, чтобы у меня были теневые части, а сейчас уже работаю по светам. И в эти полутона вписываю светлые акценты. Где-то можно и пальчиком растереть. Да, вот очень хорошо, что есть возможность натурщика пощупать и определить, где в самом деле у него и грудная клетка заканчивается, и тазка идет. Идет точно такой момент важный. Еще очень интересно посмотреть на борзую сверху. Сзади посмотреть, как у нее ноги. Задние стоят относительно первых. То есть такой клин получается слегка. То есть видно все, что собака в очень короткое время готова стартануть и сорваться с места, как молния. Конечно, хвостом они балансируют так же, как и все остальные животные, у кого хвост есть, присутствует и очень важен. В их охоте и вообще в жизни. Сейчас такой приятный момент работы с белилами идет. Когда основная масса набрана, сейчас мы как раз еще немножко здесь потушуем часть с тем подмалевком, который мы проложили перед этим. Он у нас сейчас списывается. То есть, как я и подразумевал, жидкое масло очень хорошо с разбавителем разгоняется и позволяет применять самые разнообразные технические приемы. Как, скажем, сочетают акварель с пастелью и другие кефики. Еще чуть-чуть, еще немножко, еще чуть-чуть, еще немножко и будет у нас работа с головой. Вот так вот. Ну что? Голова. Голова. Кисточка номер 12, синтетика, плоская, длинный червила. Сейчас, кстати говоря, когда нет нужного ракурса и натурщик отдыхает, вполне можно где-то и фотоматериалом чуть-чуть. Хотя, в принципе, нет. Все, все, все хорошо видно, да. Зарисуем. Можно, да. Даже лучше уже сейчас ближе встать, то есть мне сейчас будет именно нужна голова. Ветер, не смотри на меня, смотри на другие. Что ты от меня хочешь, хозяйка? Брыли. Вот они темные. Сейчас обозначаем. Потом у вас еще будет один момент критики обязательно промежуточной. Глазик, ну очень красивый глазик. И реснички-то такие у него светленькие. И как они хорошо на фоне темного глаза смотрятся. Они же и так, по-моему, ценно, что глаз темный. Вот когда. Вот это очень важный момент. Красавец по всем параметрам. Угу. И он вот именно не тяжелый ветер, то есть он достаточно, то есть ко костякуту ветер. Вот. Вот. Но я не могу быть тяжелым. Ну, тут разные жилички бывают тоже. Я к тому, что по моим дилетантским параметрам красоты борзой, то есть он как раз на все сто. Он очень хороший. Да. Очень даже. У него такая зящная, достаточно голова. Да, вот это вот ценится вообще красота головы. Я сколько раз, общаясь с борзятниками, вот кто-то о своем питомце что-то рассказывает и такие слова. Очень красивая голова там у нашей или у нашего. Односклавное. Таких вот моментов. И в самом деле, когда лепишь особенный, очень хорошо вот эти вот входы и выходы и формы, когда вот этот вот киль у них этот найти, глазнички, то есть там надгромные дуги, как они формируют, как они формируют голову. Очень такие изящные моменты. Сейчас вот мы их как-то посмотрим, прочувствуем, как пушка загибается. В общем-то вам интересно, как меняется работа по стадии? В общем-то во многом проводится мастер-класс для вас для того, чтобы вы не боялись больших форматов. И что к ним можно подходить и можно писать с натуры. Главное, что это не обязательно, что это должна быть картинка, которую мучаешь много-много сеансов и много-много месяцев под названием диплом. Нет, я вас не толкаю на быструю недоделанную работу, но я просто знаю много примеров, когда диплом пишется за неделю, за полнедели или за ночь. Ну, часто ведь как бывает, что выпускник не один пишет, где еще эльфы-помощники бывают. По крайней мере, когда мы писали дипломы, мы друг к другу в мастерские ходили часто. Мы друг другу помогали позировать на какие-то фигуры, если это многофигурная композиция. Мы старались помочь, то есть там подсказать. Ну, конечно, очень много зависело от преподавателя, от твоего ведущего, который в определенный ответственный момент мог прийти и что-то очень кардинально важное и нужное посоветовать. Так, дорогой товарищ, сейчас мы твое красивое ухо запечатлеем. Вот такие шикарные выходы вот этой формы и как она вписывается в уже подготовленную поверхность с белилами. Волшебство. Всегда мечтаешь о такой вот работе с натурой. Но данный формат подразумевает квартиру не хрущевской пленировки. Это факт. Можно хрущевской? Только надо все стенки снести. Нет, нет, у меня очень мало места было. Нет, я имею в виду картину. А, картину, да. Картину. Потому что я помню, как мы только познакомились, когда еще был жив рассвет, все началось с рассвета. Это был другой кобель, тоже очень красивый. Недалеко у меня была мастерская. И случайно у нас. Да, да. И гуляла тогда не Татьяна Сабарка. Там кто-то из ваших родителей. Я пошел за колбасой и хлебом. И тут зимой, а еще такая красивая погода, солнце, снег искрится. И вдруг вылетает такое бело-черное чудо и несется. А я как раз рисовал картину на охотничью тематику и высасывал из пальца этих собак. У меня, конечно, как-то в простонародье говорят, токнуло очень сильно. Я, конечно, подошел к тому, кто гулял с собакой, попросил телефон. И потом долго не мог дозвониться. Что-то как-то, видимо, я его записал. Но я понял, что живут-то люди недалеко, и все равно я на них рано или поздно натолкнусь. И потом в определенный момент уже, когда Татьяна с Мариусом гулял, и вот с рассветом, я к ним подошел еще раз. И вот тогда началось наше знакомство. Но это было лет семь назад это было. Нет, больше даже это было. Это было лет восемь назад это было. Вот с тех пор мы нужен. И я очень… Вы знаете, как выглядят настоящему борзу. А? И теперь Вы знаете, как выглядит борзу. Да, 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 да. То есть тогда я все это… Все это было, а тогда, когда увидел ее… Ну это, конечно, единственное, что я сейчас пока себе позволить никак не могу, это самому держать борзу. Ну… Когда-нибудь… А шейдичек… Вот… Так… Сейчас… Давай видео, встань, покажи свой красивый язык. Скажи «Ааааааааааааааааааааааааак…» Вот как язычек лежит на нижних плыках – это тоже определенный момент. Надо изобразить эту пластику, показать. По крайней мере, вы уже можете заметить, когда голова прописывается, как фигура собирается в целом, несмотря на то, что многие части еще не завершены. Это видно и достаточно хорошо. Ну и чайочки сейчас обозначим. Вижу, вижу, вижу. Раз, два, три, четыре, пока. Я, кстати говоря, как-то видел, как они показывают зубы. Нет, мне ни верхняя, ни ни нижняя. Да, хорошо, хорошо, спасибо. Спасибо. Вот. Вот такой важный момент. Сейчас. Сейчас. Леснички. Чечечко. Какой красивый человек. Фотографируй. Хорошо. Хорошо. Вот. Натронная дуга. А глаза у него такой глуконитовый, только темный. Зеленцой с какой-то, по-моему, сливка. Нет? Я не ошибаюсь? Ну да. Зеленцой с какой-то, по-моему, сливкой. Нет? Я ошибаюсь? Ну да. И совсем мало мелка. Чуть-чуть совсем. О, слизничка вот буквально. Подождать? Кабельку. Вот. Нос. Нос. Нос однотонный. Что тоже очень хорошо. Так. Вот кромаримый такой зрачок, надо сейчас очень легонечко тронуть реснички светлые. Прямо приставляю кисть, слегка на себя сдвинул её. Сейчас надо подчеркнуть свет на глазнички. Момент критики лёгкий и я опять к шерсти. Диссонансы, чтобы никакого не бросалось. Хорошо, очень хорошо, тогда я сейчас быстро в шерсти. Еще под носом пень, какая-то более серая. Видишь, пятно вот такое. А, вот это? Или что? Нет, вот здесь как бы черный цвет, немножко это. То есть надо вот здесь чуть-чуть... Вот здесь пятно, да? Да, вот видишь, вот здесь как бы это. Ага, понял, понял, понял. Не жесткая, а мягче. Вот немножко свет я сейчас показал. Сейчас я чуть-чуть растяну. Так, хорошо, теперь беру другую кисточку. Это 22-й номер, свиная щетина, рублёк. Ну вот сейчас поднимюсь вам весёлых таких моментов приятных идут. Это шерсть. Все вот эти вот мягкие касания, чтобы они хорошо заиграли. Ветер. 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 Так. Хорошо, хорошо. Вот у него темечко, оно у него светленькое. И очень выгодно светленькое, но выгодно есть. Вот это часть, где у него клычок, как и у любого человека тоже она форма. Как раз намоточки очень в нужном месте отчеркивается. Пусть, 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 пусть крутится. Надо будет, пусть приляжет. Сейчас уже такая более приятная часть, когда где-то уже ближе к финишу. Сразу начинает идти. Сколько сейчас времени? Двадцать. Четвертого. Все. Финишная прямая. Последние сорок минут осталось. Работу надо закончить. Главное, что мы уже пропорции поймали. Сейчас мы дорабатываем свет и тень. Смотрим. Хорошо. Пусть это… Главное, я на его шестку вближусь. Стараюсь попасть в нужный. Плечико. Плечико. Запаточка. Сейчас мы локоточек с очень эффектной на нём шерстью. Здесь куча реально крутящейся такой выведем. Где-то объёмчиком можно поиграть прямо. Густо-густо. Суставчики выведем. Ну, вот у нас, в принципе, уже появляются нужными. Звучание. Опять же, где наибольшая активность света, там мы беремыми грузим сильнее. Вот. Мы сейчас думаем, как этот свет лучше расположить. Где мазком попасть именно в форму из направления движения шерсти. Вот. Сейчас пойдёт некоторая работа вот здесь вот, что-то как раз флицевали. Согласим ещё где-то в шестилочке этим не видим. Вот здесь, ближе к паху, подчеркнем. Суставчик, сухожницы в свете проводить тоже надо, находить им своё место. Вот в этом плане, конечно, когда есть ещё и натурщик, и есть ещё фотоматериал вспомогательный, эта работа продвигается намного быстрее. Так, у него какие-то тёплые моменты есть на хвосте? Нет, хвостоматомный. То есть только ближе к самому основанию, что-то там тёпленькое, по-моему, с одной стороны было. А, нет, он светлый светлый. Какой кучерелый. Так, сейчас надо где-то рёмочки немного подчеркнуть. Выход вот здесь, вот в этой части. Хорошо с частью. Понял. Сформирует. Вот я кисть кладу, мазок, и поворачиваю то в одну сторону, то в другую. У меня за счёт этого получается как раз движение очень близкое к тому, как шерсть располагается и кладётся на форму основную. Так. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Работая в мастерской, так не получится. Именно вот живая натура, как раз удочный серый тон пола, позволяет хорошо вписать так, как надо в картину. Коготочки светленькие, кстати. Коготочки светленькие. С лёгкой розоватостью между пальчиками. Тёпленькие вот такие. У них и пальчики-то очень красивые. Так. Немножко. Сейчас немножко ещё эфлики. Здесь стёплень снимается на ремонт. Вот здесь как раз надо сделать рефлекс и просится вот так ввести. Продолжение следует. Вот очень непросто иногда бывает попасть вот в эту линию точно. Линию головы. Шерстиночки. В общем-то то, чем я сейчас занимаюсь, это проработка силуэта. То есть я вот как раз сейчас вписываю в фон направление движения вот этих вот шерсти, чтобы это все максимально интересно смакрилось и богато по силуэту. Так как у меня уже положено белило с достаточным слоем и фон есть, то есть такой живой и не высохший, мазки вписываются туда мягко. Не резко, без контрастов, без рыбков. Очень хорошо. Ну вот сейчас держу в руке две кисточки, то есть одна у меня с белилой, другая с более темным тоном. И непосредственно работая ими двумя уже стараюсь вывести и подчеркнуть контрасты там, где надо. Соответственно подчеркиваю тоже вот эту вот границу цвета и тени полутона, она располагается как раз по форме. Её нужно мягко дать. Вот здесь красивый, вот у него тёплый выход, если честно, у него как раз английская красная, охрая жёлтая, смешали, немножко делим. Это у нас был как раз один из основных тёплых акцентов, которые есть в работе. Ну и, конечно, это определённая тема красного, которая работает. И, которая как акцент очень эффектно и интересно в работе. Ну вот ещё раз скажу, что у моделей есть за что ухватиться и на чём поиграть. Это важно. Тот же тёплый тон мы ещё и обозначим, конечно же, и в голове. Такой золотистый теночек этот обязательно поищем где-то вот здесь. Пушки постараемся сейчас его здесь найти. Сильно надобраем в этот цвет, сделаем чуть теплее теневые части в голове. Ну и, конечно же, мазком стараемся всё-таки вот в движение просто шерсти попасть. Чтобы шерсть, как она вьётся, помогала нам найти интересную пластику и форму подчеркнуть. Вот, в общем-то складывается сейчас уже общее впечатление. Вот какие-то вот основные моменты, как вот локоть, тазовая часть, где идёт излом формы, где какие-то очень важные графические выходы. Их нужно, конечно, обозначать особенно внимательно. То есть на них надо уметь играть, что, в общем-то, мы и стараемся сделать. Где-то косточку подчеркнуть, суставчик в нужном месте. Чтобы подчеркнуть анатомичность, чтобы она не была просто дутой. А именно такими небольшими, может быть, точечными ударами, но обозначить её анатомическое строение, особенности её. Когда подобные вот моменты будут в работе, тогда, конечно, она будет уверенной. Что-то это, чего сейчас и стараюсь добиться всеми силами. Устал на кончике. Долго это лениво. Если зайцев попали в гамель, это другое дело. А позировать… Интересно. Да, это интересно, тут хоть есть за что ухватиться. Позировать, конечно-то, скучновато. Сейчас можно чуть лучше обозначить фон рядом с головой. Сделать его более равномерным и без рывков. И более лаконично. Потому что основные движения и контрасты нам нужны самой в голове. Чтобы фон был более равномерным. Поэтому ту часть фона, которая ближе всего к голове, мы стараемся сделать помягче. Плюс за счёт фона можно некоторые моменты в силуэте поправить. Сделать их более точными, более изящными. Где-то касание лишний раз сделать помягче, списать. В другом месте наоборот выделить. Вот тут вот мы подчёркиваем. А потом там, где от ушка ещё идёт шальсть, мы наоборот списываем с флицового. Вот это напряжение в форме, оно играет на объём. Поэтому фону надо уметь работать. Чтобы он подчёркивал сильные стороны вашей работы. Вообще фон писать – это большое искусство. Посмотрите работы старых мастеров. Да любую вообще работу возьмите. Это, скажем, если портрет фон, он у нас большую площадь занимает в работе, нежели сама фигура и сам портрет. И чтобы работа заиграла, у нас так преподаватели делали, они подходили и просто писали фон. И фон делали так искусно, не трогая фигуры вообще, что работа уже была и законченной, и дописанной. Мы сейчас ещё раз проходимся по силам. Вот такой вот двухчасовой для такого холста достаточно быстрый этюд у нас сегодня с вами получился. Сейчас я чуть утемняю и добавляю ультрамарину в фон, чтобы подчеркнуть контраст головы по отношению к фону. Плюс задать направленность освещения. Подвиняем. Получили такой вот результат. Чуть-чуть еще усилить с этой стороны, потом влюбляем флейц и разгоняем. Так, и просится фончик чуть ровнее. Намернее разогнуть его с этой стороны, поэтому добавляю сюда слегка белин и также разгоняю флейцем. Что-то надо сделать с хвостом, что-то надо сделать с тенью. Так, немножко подчеркнем падающую тень по самой фигуре. Но подчеркнем ее именно там, где она ближе всего к лапкам находится. И потом туда разгоняем. Так вот. Так вот. И с этой стороны, соответственно, тоже. И с этой стороны, соответственно, тоже. что нам помогает работу сделать более собранный и уже более законченный вид будет иметь. Так. Завихли. Так. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...